добрый вечер узора добрый бачка я очень рада что мы сегодня с тобой так сказать без забрала прошлый раз мы же с тобой уже выпустили одно видео на тему опять же на тему психологического состояния в разгар пандемии как себя сохранять гармонии но тогда по техническим причинам мы не смогли пообщаться в живую это была запись голоса и было фото но вот сегодня мы нашли возможность пообщаться в живую и я очень рада этому потому что такой мост устанавливается живое как-то больше не знаю не доверия больше доверено со стороны зрителей во первых вот и как-то ближе лучше взаимопонимание и лучше доходит доходит то что ты несешь что ты несешь мне и людям я когда анонсировала это наш наш тобой разговоры эти писала об этом я сделала такой коротенький пост в социальных сетях о том что мне однажды приснился сон что я иду по берегу реки и река такая спокойная широкая но вдруг она резко поворачивает свое русло на 180 градусов и течение становится бурным и я стою в растерянности не понимаю куда мне теперь идти но это был всего лишь сон а вот сегодня у нас в реальной жизни создалась такая ситуация что мы все жили да спокойно в своем русле плыли как эта река и вдруг наступил какой-то критический момент которого никто не ждал никто не думал и вдруг события резко изменились ситуация резко поменялась и очень многие застыли в растерянности куда идти в каком направлении вообще двигаться что думать что делать как себя вести и не секрет что очень многие пришли в такое в состоянии полного коллапса то есть это и страх это и неуверенность и в себе и в завтрашнем дне это и на грани истерии это и депрессия и пессимизм и вот прочие прочие негативные состояния не могу сказать о себе что я пришла вот какие-то похожие состояния нет мне как-то удалось быстро взять себя в руки и я продолжаю работать и наверное во многом я благодарна своей работе то что она не дает мне расслабляться потому что люди все равно обращаются это и в инсультации этой марафоны это и продолжение общения в социальных сетях опять же на тему здоровья здорового образа жизни питания и так далее но я вижу по своим респондентам что далеко не у всех вот такое состояние как у меня рабочие и в общем то спокойно и поэтому я назвала сегодняшнюю нашу встречу с тобой как сохранять или как настроиться на позитив в условиях кризиса а то что ситуация нас критическая сегодня это конечно же всем очевидно наступил кризис я думаю очень многим будет интересно мнение психолога как же все-таки настроиться на позитив мне очень интересно что ты скажешь по этому поводу абсолютно согласна у нас тоже ситуация в принципе мы все в одной в одной лодке я бы сказала потому что изменения которые есть у вас они происходят у нас у кого-то они раньше у кого-то позже но понятно что нам стоит вопрос как с этим жить дальше вообще как жить еще и жить позитивно как жить чтобы еще может быть не уменьшать качество жизни даже где-то держаться на этом балансировать и даже улучшить качество жизни и в принципе это очень но в первую очередь зависит от каждого человека отдельности да то есть мы не пойдем туда куда идут все массы если я человек я индивид я ценность я представляю собой личность то я естественно не пойду за всеми туда куда может быть не стоит идти но я буду смотреть на лично на свою ситуацию лично на отношения на свою реакцию на свое поведение в данной ситуации в данном кризисе но я бы хотела здесь привести пример сослаться на работу на книгу американского психолога элизабет кюблер рост это американский психолог который очень много изучала вопрос горя да то есть вопрос вот именно таких какие стадии человек проходит в момент горя какие переживания у него да и она вообще написала целую книгу об этом я изучаю ее труд я посмотрела она останавливается на пяти стадиях это знаешь я я я думаю что это очень важно понять нам муж если мы поймем что каждый из нас проходит через эти стадии то в принципе не обязательно в этой сегодняшней ситуации когда идет пандемия может быть ну каждый из нас проходит период страдания до период потери близкого человека какой-то горе здесь со своим ребенком какие-то тяжелые заболевания да и так далее то есть но у нас есть чувство это нормально совершенно ситуация я хочу сказать что это нормально что мы реагируем так это все нормально это не что-то сверх естественно мы наделены чувством поэтому у нас будут эти эти реакции и вот элизабет роз она говорит о том что есть пять стадий первое это отрицание когда что-то происходит нашей жизни и вот то что вот если мы сами эту картину когда мы идем по по руслу реки и все хорошо все прекрасно вокруг и вдруг какой-то что какая-то волна что-то произошло 180 градусов да хорошо это отрицание период отрицания когда я говорю не может быть не со мной случилось это не в моей стране да как это можно ну хорошо там кто-то переживает это мы мы слышим новости мы понимаем что это вот все все ближе и ближе идет уже и рядом с нами уже в принципе у нас в округе происходит это это отрицание это только не это только не со мной это какой-то сон то есть не веря не веря в то что действительно факты есть да может быть очень много здесь сми сильно играет большую роль и то что мы без конца оттянемся к телефону и смотрим постоянно нас интересует а что там происходит а вот какой-то такой не всегда здоровый интерес узнать что происходит потому что вдруг я упустил какую-то новость важную и вот это вот постоянно обращение к этим новостям это тоже играет свою очень негативную роль и первую стадию мы проходим все потом происходит стадия вторая злость это злоба на окружающих на себя на на правительство на тех кто что-то создал да сейчас только версии существует что кто-то создал что неважно мы не будем говорить о том что кто это создал или это искусственно или это это что-то придуманная вещь но очень важно понять что есть момент когда поведение наше да даже по поведению наши близкие могут увидеть нашу реакцию да то есть я злюсь я злюсь от того что я у меня нет ясности что будет завтра я ищу виноватых в этом да то есть это может происходить дети что дети сейчас дома дети не ходят в школу студенты все дома люди не могут они все ходят на работу сейчас то есть останавливается вот этот процесс такой обычный привычный хороший нормальный стабильный процесс и поэтому у меня есть злость на на правительство на кого угодно дальше идет момент торг да торг наступает то есть я начинаю торговаться я говорю а вот если мне сегодня если сегодня эта ситуация прекратится то я обещаю что я сделаю то-то то-то да если даже есть момент когда человек вступает в торг не только с близким с кем-то да то есть он просит какой-то шанс тебе вот если все это закончится я сделаю то-то то-то да ты мне я тебе то есть здесь даже есть у меня есть есть случаи когда есть торг с богом да люди особенно кто находится вот состояние уже предсмертном состоянии обычно начинает такой торг с богом вести если ты мне сохранить жизнь то будет то-то то-то я думаю что нам известны такие случаи далее четвертый четвертая стадия это депрессия но это не та депрессия которой нам известна мы говорим про депрессию когда когда вообще наступает перед депрессией состояние депрессии 5 или 7 признаков существует депрессия мы не говорим сейчас данной ситуации в этих 5 стадиях мы говорим о депрессии когда человек опускает руки когда он говорит я ничего не хочу все я не я я меня нет вообще никакой надежды я не хочу даже если закончится карантин я не пойду на работу все я устал мне плохо уныние да это состояние назовем его состояние депрессии и пятое состояние стадия это принятие наконец-то мы принимаем да мы говорим я понимаю действительно это не сказка сейчас не сон это все происходит у нас здесь у меня здесь в стране у вас там и по всему миру принятие и вот здесь есть какая-то определенная надежда хорошо что мне делать дальше я принял я понял я не буду торговаться я не буду ни на кого злиться но как мне жить дальше да но я хочу сказать что вот эти периоды стадии они могут смешиваться то есть сегодня человек я замечаю даже по своим близким я где-то замечала это по себе не обязательно сейчас момент вот этого кризиса даже когда какие-то моменты были потери близкого да вроде бы ты свыкаешь ты как бы ты понимаешь но потом ты возвращаешься к той стадии которую ты как будто прошел да у тебя возникает злоба у тебя есть какая-то обида и прочие вещи то есть иногда они даже могут идти параллельно поэтому когда мы сейчас определим что существует это опять же нормальные чувства если мы это не пройдем то мы не человек мы не люди мы тогда какие-то существа которые не наделены чувствами сердцем да ну ведь мы люди поэтому мы можем мы проходим эти вещи да ну давайте находить в каждой понимать что ну хорошо я злюсь потому что у меня нет понимания того что происходит это хорошо что мне делать да я бы сейчас вот на на вот описывая эти пять стадий хотела сказать что нам очень важно все таки прийти к этому принятию да прийти без больших потерь и сказать хорошо что мне делать кто я я вообще отец в этом семействе да у меня дети так мне нужно остановиться так а я мама да хорошо вот все время сидеть и думать об этом не дает никаких никакой пользы никакого позитива для меня что мне делать дальше нам нужно усвоить что нам нужно двигаться дальше жизнь продолжается да сейчас весна сегодня у нас 18 апреля да уже 19 апреля поэтому сезоны меняются и жизнь идет дальше поэтому я бы посоветовал здесь коль мы говорим о позитиве да посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны оценить что именно у меня сейчас да хорошо и что положительного сейчас в моей жизни я уверена что каждый человек что-то найдет хотя бы один фактор положительный что очень здорово что я могу я здоровый да я могу передвигаться у меня есть силы я могу сейчас что-то делать руками да я могу сейчас сделать и подумать аккуратно там подумать над тем как мне сейчас дальше все-таки жить как мне работать дальше да что остановилось а что что дальше двигается в моей жизни очень хорошо пользоваться бумагой ручкой просто написать себе какие плюсы какие минусы сейчас я вижу в этой ситуации для меня потому что это такой некий прогноз да некая такая некая подготовка к тому что хорошо потому что когда мы делаем эту работу эту письменную работу у нас возникают нейронные связи в голове мы мы меняем негатив на позитив мы же очень часто со стороны себя не видим мы же очень часто нам кажется и мы нам присущее преувеличение может быть там не так все сложно но мы ведь так можем представить себе ситуацию что все плохо на самом деле не все так плохо да поэтому если мы возьмем с вами и напишем вот разделим лист на две части и напишем слева какие есть плюсы в этой ситуации и что плохо для меня в этой ситуации то мы я уверена что мы плюсов будет больше да как теперь мне работать если у меня есть минусы как мне теперь с этим быть да как работать сейчас мы здесь в Крылстане ведем такую по возможности ведем работу с родителями да то есть сейчас вот дети пришли на онлайн обучение как помогать детям я бы сегодня как родительница прежде всего как мама своих детей я думаю о детях я думаю родители все думают о детях в первую очередь да потому что мы же переживаем за детей наших то есть что можно как им помочь сейчас сейчас очень большая нужда быть стать учителями для своих детей это может быть родители давно не были учителями своих детей но сейчас они берут на себя функции педагогов онлайн даются задания у нас здесь например начата работа онлайн уже дистанционное обучение для детей и родители садятся и тут такая огромное огромное нужное терпение силы воли родителям здесь настроиться на учебу да детей потому что сейчас хорошо что в этом плюс какой да ну хорошо это неплохо я становлюсь временно учителем моего ребенка и даже могу дать посмотреть ребенок средний например моя младшая дочь в шестом классе она сама себе учитель вообще на такую роль здорово она нисколько не переживает что она не ходит в школу потому что она самостоятельная ребенок она сама себя занимается своим образованием у нее нет времени в принципе ходить бездельничать она все время ищет себе какие-то знания да так моей помощи здесь моя минимальная помощь но родители которых детей которым нужно очень много заниматься нет усидчивости так далее нужно много помогать детям это тоже временный период да то есть это когда-то закончится и здорово если мы выйдем так победоносно без потерь из этой ситуации да мамы продолжают готовить еду да здорово нам подумать сегодня о том что все таки да должна быть более полезная более ценно это наша тема я понимаю что ограничение есть люди мало передвигаются сейчас есть определенное ограничение сходить и купить то что ты хочешь и всегда покупал себе но из из того что есть можно все равно что-то полезно найти сделать и приготовить это для своей семьи да я бы очень здесь вот позитив такое отметила важный очень да продолжать и развиваться в этой ситуации расти развиваться читать сейчас такое время когда можно очень много знаний получить опять же благодаря интернету взять очень много новых знаний почему бы нет да то есть очень хорошо сделать такую остановку для себя и сказать хорошо может быть давным-давно я пытался сесть и наконец изучить какой-то предмет да или какую-то тему для себя работ big меня на на печаль на уныние у меня нет так сильно времени на то чтобы потому что есть всегда люди которым ты нужен и если ты не уже забыл когда что есть люди которым ты нужен или может быть наконец есть люди которым ты мог бы в чем-то помочь но сейчас как этот шанс подумать о таких людях и помочь им, собственно, найти время и как-то их позвонить, поговорить с ними, ободрить, утешить их, потому что очень много пожилые люди сегодня переживают за ситуацию, как-то успокоить их, потому что мы знаем, что времени на хронические заболевания, на появление новых хронических заболеваний, на какие-то нервные потрясения сильно много времени не нужно, но будут последствия. Я всегда сейчас обращаю внимание на то, что как мы сегодня пройдем этот период, вот этот период любого кризиса, завтра будут последствия этого. Хотелось бы, конечно, просто тоже усвоить это, что давайте постараемся, чтобы последствий таких негативных не было, чтобы были действительно какие-то приятные моменты, что в конце концов дети бы сказали, вот когда был карантин, так здорово было дома. Вообще бы я так вот и хотела, чтобы мои дети сказали, слушай, мы столько дел у нас хороших переделали, да, мы были еще более дружные, мы поддерживали друг друга, мы играли много, да, друг с другом, ну много настольных игр, мы очень часто играем в настольные игры, смотрим какие-то совместные хорошие добрые фильмы, потом обсуждаем их. Не знаю, там много, ну много всего, что мне, например, надо усвоить некоторые настольные игры, да, мне некогда, но дети хотят. То есть мне кажется, что это зависит от каждого человека в любом случае, как реагировать на то, что ты не можешь изменить, но как все-таки реагировать на те ситуации, которые изменить вообще-то в твоей власти, да. То есть эта ситуация внутри меня, внутри моей головы, в моем мышлении, в моем восприятии. Эта ситуация внутри моей семьи, я точно на нее влияю, сто процентов. А как влияю это вопрос? Хорошо я влияю на ситуацию, либо я все рушу и всем плохо, да, потому что я вот так себя веду. То есть подводя, то есть резюмируя все, что ты сейчас сказала, очень важно выделить первое, да, чтобы ответить на вопрос, как сохранить позитив. Первое — это взять в ручку бумагу и просто поставить в двух колонках минусы и плюсы этой ситуации. Минусы, они очевидны, а вот плюсы нужно все-таки постараться найти. Они всегда есть, и нужно сконцентрироваться именно на них. Безусловно. Второе — это воспользоваться этой ситуацией, чтобы заняться саморазвитием. И тогда автоматически все твои переживания, они идут на второй план. На первый план выйдет какое-то занятие, которым ты будешь сейчас поглощен и увлечен, и это будет тотально тебя занимать. Просто не останется времени банально на какие-то переживания. Третий момент — почтить себя, своей семье, воспользоваться этим моментом, чтобы раствориться в своей семье, общаться максимально доверительно с детьми, и установить контакт с мужем, с женой, с другими родственниками, чтобы эта ситуация сблизила еще больше. Если раньше были какие-то проблемы в семье, то сейчас самое время убирать эти проблемы и сближаться, и дарить друг другу свою любовь, заботу. Четвертый момент — это найти тех, кто нуждается в твоей помощи, потому что наверняка есть более слабые, чем ты, более уязвимые, более незащищенные. Найди тех, кому ты можешь помочь. Скорее всего, в твоем окружении есть такие люди. И это тоже поднимет тебя на ступень выше, и это поднимет тебя над этой ситуацией. Вот в чем важно, да, быть над ситуацией, а не под ней. Все расходы. Так, и, ну, это, наверное, основные моменты, да, или что-то я еще упустила, не сказала. Ну, вот то, о чем мы говорили вначале, что это нормальные чувства. Пусть люди не нужно удивляться и сокрушаться, и говорить, что со мной происходит, почему я злюсь, почему у меня все падает с рук, почему это случилось со мной и так далее. И это все нормальные чувства. Нам надо это пройти, принять. То есть, да, сегодня это вот эта ситуация, да, через какое-то время это может случиться, другая ситуация, мы не знаем, да. Мы живем в таком мире, что вот стабильность ее не может быть просто по природе. У нас все происходит в развитии, в движении. Да. И точно так же это вот с такими ситуациями. То есть кто эта ситуация спокойствия, то это какая-то критическая, нужно все принимать. Да, вот это ключевое слово, пожалуй, принять, да. И хотя вот эта стадия, она стоит в последней, пятой принятии, но, наверное, будет великим счастьем, если эта стадия будет первой, если человек сразу ее примет. И, наверное, тогда у него получится миновать все остальные, вот эту и злость, и раздражение, и там что-то еще, да, какие стадии неприятные были. Вот, может быть, мне повезло, что я, наверное, прошла я всего две стадии. Первая стадия у меня была, это такая легкая растерянность, недоумение по поводу того, что это. Вот, и очень вскоре я перешла вот эту стадию принятия, я действительно, я приняла, и я стала в этом жить. Я просто в этом живу. И жизнь продолжается, и я действительно нахожу, и в этой жизни я нахожу позитив. Это все то, о чем ты говорила, да, это и любовь, и ощущение, и теплота в отношениях. Вот, это действительно, как ты правильно сказала, ее никто не отменял. Теплоту в отношениях с человечествами, с людьми никто не отменял. Поэтому именно в этом и будем находить позитив, и будем жить дальше, и будем надеяться, верить и ждать, когда ситуация изменится в лучшую сторону. Зара, спасибо тебе огромное. Очень важно, очень важно сейчас расставлять вот такие пунктики, вот такие точки, как это сделала ты сейчас. Это очень важно. Может быть, даже мы и сами понимаем это, да, но когда кто-то, даже не кто-то, а психолог расставляет эти пункты по своим местам, и ты понимаешь, что ты проживаешь все это, да, то есть ты, да, ты человек, ты проживаешь эти пункты, то есть все нормально. Жизнь идет так, как она должна идти. Нет оснований для того, чтобы биться в истерике. Вот это самое главное на сегодняшний день. Спасибо тебе огромное, Зара. Спасибо большое. Я надеюсь, что это наши не последние встречи, и что те, кому нужна какая-то более, может быть, углубленная психологическая помощь, я думаю, они найдут способ связаться с тобой, потому что ВКонтакте я оставляю в описании к видео. И я думаю, что вот это общение с психологом вот так напрямую, без посредников, на данном случае без меня, это уже будет как бы отдельная история, и наверняка найдутся люди, которым это действительно будет нужно, и это будет им реальная помощь. А мы с тобой прощаемся до наших новых встреч. Хорошо. Я желаю тебе и себе и всем нашим зрителям огромнейшего позитива. Всего доброго. Спасибо. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»